В первый день весны сразу на двух площадках стартует 61-й международный музыкальный фестиваль «Мир, эпоха, имена». Фестиваль в Ульяновске откроет Национальный филармонический оркестр России под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Владимира Спивакова. А вместе с прославленным коллективом на ульяновской сцене выступит заслуженная артистка России, пианистка Екатерина Мечетина. Концерт пройдет на сцене Дворца Губернаторский в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Приезд таких знаковых не только в российском, в мировом масштабе исполнителей, как Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр Екатерина Мечетина – большое событие для нашего региона, большой праздник для всех ценителей академической музыки и уникальная возможность услышать шедевр Сергея Васильевича Рахманинова действительно в исполнении лучших музыкантов мира. Фестиваль «Мир. Эпоха. Имена» в этом году посвящен 150-летию со дня рождения русского композитора, пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. И именно его музыка открывает фестиваль. Прозвучит знаменитый второй концерт для фортепиано с оркестром и последнее крупное симфоническое произведение композитора – симфонические танцы. Вести концерт будет лауреат Российской национальной премии «Овация» Петр Татарицкий, город Москва. Одновременно 1 марта открытие 61-го международного фестиваля «Мир. Эпоха. Имена» состоится в Димитровграде. На сцене НКЦ имени Славского выступит Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением главного дирижера Эдуарда Дедюры. Открытие фестиваля в Димитровграде также представит слушателям музыку Сергея Васильевича Рахманинова. Прозвучит его знаменитая вторая симфония. А кроме этого прозвучат другие знаковые произведения русской музыки композиторов, которые так или иначе связаны с Рахманиновым. Это овертюра Ромео и Джульетта Петра Ильича Чайковского, старшего современника Рахманинова, можно сказать, одного из его благодетелей. И половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. По традиции фестивальные дни в Ульяновске заработает передвижная выставка страницы семейного альбома, тоже посвященная юбилею Рахманинова. Ее предоставил Тамбовский музей-заповедник Рахманинова «Ивановка». Выставка передвижная, камерная, поэтому мы ее представляем только слушателям концертов в рамках фестиваля. Это 10 концертов. То есть мы представим саму выставку. Она, еще раз повторюсь, рассказывает о семье, она так и называется, странице семейного альбома. То есть там истоки Рахманинова, там история, как говорится, 400-летнее дворянство Рахманиновского, там музыкальная семья. В дни работ фестиваля также планируется показ передвижной фотодокументальной выставки в детских школах искусств. Ирина Антонова, Анатолий Рассохин, Уллправда ТВ.